И, соответственно, я показываю слайд, рассказываю, объясняю все, далее, если у кого какие-то вопросы по конкретному слайду появляются, сразу же пишите в chat. У нас не конечно будут вопросы в конце, а вопросы после каждого слайда будем задавать, я буду на них отвечать, чтобы все было понятно. Так, сейчас я подключу своим экраном. Напишите, пожалуйста, в чате, видно мой экран. Да, видно, все отлично. Тогда запускаю презентацию и поехали. Итак, как мы знаем, у нас в компании есть два статуса. Статус клиента и статус партнера. Клиент – это тот человек, который покупает подписку на программное обеспечение и пользуется, значит, бизнеской, зарабатывает с помощью программного обеспечения компании, с помощью инструмента компании. Есть партнер, партнер – это тот человек, который строит бизнес-компании и зарабатывает партнерские вознаграждения. Так, первый слайд – клиенты. Чтобы стать клиентом, необходимо оплатить 247 долларов абонентскую плату за первый месяц. И далее ежемесячно, у нас ежемесячная плата – 169 долларов. Также можно приобрести дополнительное программное обеспечение. Дополнительное программное обеспечение – это либо тот же самый робот можно приобрести, например, если вы приобретаете трейд-рингер. Вы хотите иметь, например, два трейд-рингера. Один, например, запустить на крупную сумму на консервативных настройках, другой – на более мелкую сумму на агрессивных настройках. Естественно, вам потребуется две лицензии приобрести у компании. Также у нас есть продукт Trade Compass. И в ближайшем будущем выйдут еще два продукта – Trade Runner и Trade Sniper. Естественно, если у кого-то будет желание приобрести дополнительное программное обеспечение, оно будет стоить 99 долларов за первый месяц. Вторая лицензия получается ежемесячно 69 долларов. Третья – первый месяц 99, далее 59 долларов. Четвертая и последующая лицензия – 49 долларов ежемесячно. Первый месяц также 99 долларов. Можно приобретать на одном аккаунте неограниченное количество лицензий. Итак, если вы пригласите трех клиентов, вы можете получить ежемесячную подписку бесплатно. Это распространяется только на первую подписку, на первую лицензию. Соответственно, если вы приглашаете трех клиентов, ежемесячную абонентскую плату в размере 169 долларов вам платить не нужно. До тех пор, пока ваши три человека оплачивают ежемесячную абонентскую плату, вы получаете программное обеспечение бесплатно. То есть, например, у вас пригласили вы трех человек, первый месяц они оплатили все три, второй месяц оплатили все три, третий месяц. До тех пор, пока все три человека у вас оплачивают программное обеспечение, соответственно, ежемесячная подписка у вас будет бесплатной. Если, например, у вас один человек по каким-либо причинам перестал платить за программное обеспечение, у вас оплачивают только двое, соответственно, у вас снова включается ежемесячная оплата 169 долларов. И вам необходимо успеть пригласить третьего человека, еще одного, который будет оплачивать. Здесь, я думаю, все понятно, вопросы задавать не буду. Следующий слайд, переходим к следующему слайду. Стать партнером. Партнер – это тот человек, который хочет зарабатывать партнерские вознаграждения с клиентом. После того, как вы приглашаете трех клиентов на 247, вы можете принять решение начать по партнерской программе компании E-Konomi. Для того, чтобы получать комиссионное вознаграждение, вы должны оплатить ежемесячную оплату. То есть пригласили трех человек, после трех человек или даже перед подключением четвертого, если вы хотите зарабатывать на партнерке, вам необходимо оплатить ежемесячную абонентскую оплату по партнерской программе. Некоторые задавали вопрос, с чем это связано, для чего это нужно. В компании, напомню, компания у нас американская, все очень строго, очень легально, и чтобы человек начал зарабатывать по партнерской программе, ему нужно, с ним заключается дополнительный договор, и, соответственно, он может получать вознаграждение от компании. Без вот этой оплаты вознаграждение получать невозможно. Даже если вы пригласили хоть 10 человек, они вас там очень много людей пригласили, пока вы партнерскую программу не оплатите, вы заработать не будете. Итак, стоимость партнерской программы после того, как вы оплачиваете ее, в первый месяц 79 долларов вы платите, и далее ежемесячно 29 долларов. Если по каким-либо причинам вы не оплатите 29 долларов ежемесячную оплату, соответственно, за текущую неделю вы не получаете вознаграждение. Поэтому нужно следить и оплачивать своевременно до конца расчетного периода. В стоимость включены также маркетинговые материалы для развития бизнеса. Сейчас американцы готовят очень много материалов, много вебинаров, много презентаций, много слайдов различных. Ссылочку, кстати, мы скидывали уже на части материалов от компании, которые можно использовать в социальных сетях для продвижения. Вот в субботу очень много различных материалов, готовых, которые также можно использовать. Так, по первым двум слайдам. Есть какие-то вопросы у кого-нибудь? Как понять, что приглашенные перестали платить? В личном кабинете вы всегда можете увидеть статус партнера. То есть, если у вас он горит зелененьким цветом, это значит, что он партнер. Если он горит фиолетовым цветом у вас, значит клиент. Если он горит черным цветом, соответственно, он перестал платить, и вы это сразу же увидите. Так, я думаю, что вопросов больше нет. Здесь все понятно по этим слайдам. Можно ли получить материалы? Да, конечно, можно. Есть ли какая-то демолицензия? Демолицензии никакой уже нет. Она была на полтора месяца, на первых. Соответственно, те, кто успел воспользоваться данной акцией, они протестировали на данный момент стоимость 247 долларов сразу же с первого месяца. Автошип, да. Насчет автошипа, на русском языке это автоподписка. Возможно, у нас в России и других странах СНГ это не так распространено, но в США это абсолютно нормальная практика. Там везде есть автоподписка практически. На многих сервисах, то есть если вы оплачиваете с карт, у вас автоматически включается автоподписка. Соответственно, деньги у вас будут ежемесячно списывать в данные карты. Это вы можете посмотреть в кабинете. Давайте я вам покажу сразу же, чтобы вопросов не возникало. Так, сейчас дубличный кабинет свой. Так, извиняюсь, не тот сайт нашел. Так, аккаунт, профиль. Здесь есть раздел «Update credit card». Вы можете в него зайти, «Update credit card», и здесь будут указаны данные вашей карты. Если вы, например, решили поменять номер карты, например, платить за другую карту, где бы вы оплачивались за карты другого партнера и решили платить за свои карты, вам необходимо ввести номер карты, дату, сервис код и сохранить. Соответственно, подписка будет действовать с этой карты. Здесь статус активный. Для того, чтобы отменить подписку, так, тут рисуют, просьба не рисовать на экране, вам необходимо просто отменить сервис. Это делается обязательно, например, у вас есть месяц работы, делается желательно в последний либо предпоследний день месяца вашей подписки. Потому что, например, если вы проторгуете, к примеру, 10 дней, вы решите отменить подписку, соответственно, вы отменяете подписку, и робот у вас перестает работать. То есть, если вы по каким-либо причинам хотите доработать месяц до конца и дальше не оплачиваете, вам необходимо в последний либо предпоследний день отменить подписку. Куда выплачивается вознаграждение? Выплачивается в личный кабинет, на кредит валет. Оттуда мы можем выводить на «Олт» либо на «Скрилл». Я вывожу на «Олт», «Олт» можно вывести, например, через криптовалюту на карту. Продающие ролики на русском языке пока нет. Какие-то ролики были сделаны, я думаю, что сейчас потихонечку будут появляться. Мы будем переводить на русский язык. Компания у нас молодая, недавно совсем запустилась только. Сейчас потихонечку появляется материал на английском языке, соответственно, весь материал на русском языке будет чуть-чуть позже. То есть мы, можно сказать, первооткрыватели такие. То есть материала мало сейчас, информации мало, но в самом начале это дает нам очень большое преимущество. Можно ли подтвердить банку или контролирующим органам легальность дохода? Тогда можно как убрать свою карту? Если вы, например, не хотите оплачивать больше, например, с сегодняшнего дня, вы можете отменить подписку. Если вы хотите до конца месяца торговать, соответственно, вы потом, как я и говорил, за один-два дня до конца подписки отменяете подписку просто и все. Внутренними деньгами нельзя пока что оплачивать. Если человек перестал оплачивать лицензию, он находится в тренаре, значит, можно поставить новый человек в третьем огне. Но об этом мы попозже поговорим. Когда дойдем до тренара. Итак, с первыми двумя вопросами понятно, да, у нас? Далее переходим к следующему слайду. Компания, то есть, если вы приняли решение зарабатывать партнерские вознаграждения, зарабатывать по маркетингу, компания предлагает вам пять видов партнерских доходов. Четыре из них, первые четыре выплачиваются с оплатой 247 долларов. То есть, как только ваш человек оплачивает 247 долларов. Соответственно, вы получаете эти четыре вида доходов с оплатой 247. И также есть один вид бонуса, который выплачивается с ежемесячной оплатой 169 долларов. Бонусы выплачиваются у нас все раз в неделю. В субботу, в 10 утра по Москве, отчетный период. Те бонусы, которые вы получите на этой неделе, будут выплачены в субботу, на следующей неделе. Те бонусы, которые вы на прошлой неделе получили, соответственно, в эту субботу вы их получите на свой кошелек, сможете вывезти. Почему такая сбежка? Многие спрашивают. Сбежка в неделю связана с тем, что у каждого клиента есть 7-дневный срок возврата своих средств. То есть человек подключается в компанию, он может в течение 7 дней протестировать, если по каким-либо причинам ему пожарное обеспечение не нравится. Он может написать в компанию сообщение и ему вернут все средства в полном объеме на карту. И, соответственно, чтобы не было таких ситуаций, что вам выплатили, а человек решил вернуть средства, выплачивается на следующую неделю. Итак, какие у нас бонусы есть? Первый – это бонус быстрого старта, бонус прямой продажи, кодированный бонус, матчинг-бонус и индивидуальный бонус. Мы долго думали, как называются эти бонусы на русском языке. И получилось у нас вот так вот. Надеюсь, будет более понятно. Сейчас я более подробно по каждому виду бонуса пробегусь. Итак, первое у нас бонус – прямой продажи. Выплачивается идиноразово, начиная с четвертого и последующих клиентов. С контакта 247 долларов. Вы подключили трех человек, вы приняли решение зарабатывать по партнерской программе. Соответственно, вы оплачиваете партнерскую программу, которая составляет 79 долларов в первый месяц. И далее, со всех партнеров, со всех клиентов, партнеров, которые подключаются по вашей партнерской ссылке, вы будете получать 40 долларов. Тут все просто. На всякий случай задам вопрос. Есть какие-то вопросы по этому виду бонуса. Если все понятно, пойдем дальше. 40 долларов с четвертого и последующих клиентов. Так, вопросов вижу, что нету. Давайте переходим туда к следующему виду бонуса. Следующий вид бонуса – это бонус быстрого старта. 110 плюс 40 долларов – это бонус единоразовый при подключении четвертого клиента в течение 10 дней. А если 4 продажи не были совершены в течение 10 дней с момента вашей партнерской, вы подключаете трех человек, оплачиваете абонентскую платку за партнерку, подключаете четвертого человека. За четвертого человека, как мы знаем, мы получаем 40 долларов. Если вы четвертого человека подключаете в течение 10 дней с момента вашей партнерской, соответственно, за первых трех человек вы получаете бонус дополнительно 110 долларов. Если же четвертого человека у вас подключаются, например, на 11-й день, на 12-й день и так далее, то 110 долларов вы не получаете за первых трех человек бонус. Вопросы по этому виду бонуса есть. Если 8 человек подключили за 10 дней, значит, смотрите, если за 10 дней подключаем, то есть мы получаем с первых трех 110 долларов, и далее с каждого последующего 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й человек по 40 долларов. То есть 110 плюс 200 долларов, получается 310 долларов. Это только по этим двум видам бонуса. Там будут еще другие бонусы, там еще будет хоббит бонус, с которого вы получите проличную сумму. Есть еще вопросы? Так, вопросов я вижу, что по этому виду бонуса больше у нас нету, либо еще не успели написать, поэтому переходим к следующему виду бонуса. Бонусы простые, тут, в принципе, все просто понятно. Следующие бонусы пойдут гораздо сложнее. Здесь, думаю, что потребуется много времени, чтобы все это объяснять. Еще вот такой бонус есть. Бонус с продажи дополнительного программного обеспечения. Это выплачивается 15 долларов, бонус одинразовый. С покупки дополнительного программного обеспечения вашего персонального клиента. С транзакцией 99 долларов. Как я вам рассказывал, можно приобрести дополнительное программное обеспечение. На данный момент оно недоступно. Оно будет доступно ориентировочно через 2-3 недели. Соответственно, каждый человек может приобрести дополнительную лицензию за 99 долларов. Первый месяц, вторую, третью, четвертую и последующие. И с каждой лицензией 99 долларов вашего личного приглашенного человека вы будете получать 15 долларов. Думаю, здесь тоже все понятно. Далее. Десятедневный список с ожиданием. На английском это переводится как holding tank list. Тоже думали долго, как перевести правильно holding tank. Так, сейчас отвечу на вопрос. Вторую лицензию пока нельзя. Вторую последующую лицензию возможно будет покупать и тренировать через 2-3 недели. Как это будет доступно, мы обязательно сообщим в канале в нашем ForexHackers. Итак, десятидневный список ожидания. Десятедневный, так называемый, holding tank list. После оплаты все ваши клиенты и партнеры помещаются в десятидневный список ожидания. После того, как вы перешли на статус партнера, вы можете размещать ваших клиентов и партнеров в генеалогию. Если в течение 10 дней вы не разместите ваших клиентов и партнеров в генеалогию, они будут размещены автоматически. Первый человек размещается на первое свободное место в первой ветке. Второй человек размещается на первое свободное место во второй ветке. Третий человек – в третьей ветке, соответственно. Итак, вопрос, что такое генеалогия, как это все выглядит. Сейчас я вам продемонстрирую. Вы можете перейти в раздел «Бизнес» и «Geneology» на английском. Звучит так. Так, переходите. И у вас открывается такое вот дерево. Значит, что оно из себя представляет? У вас есть три ветки, то есть под каждым партнером можно разместить только трех человек. А если вы хотите разместить больше партнеров, соответственно, этих партнеров, оставшихся, вы размещаете уже под ваших партнеров. И такое дерево, то есть под каждым человеком видим три ветки. Если, например, щелкнуть на плюсик, можно посмотреть ветку следующего человека. То есть так перемещаемся потихонечку. Видим, под каждым человеком три места размещено все. Зелененький – это, получается, партнерский 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 партнерский. Фиолетовый – это клиенты, которые просто пользуются программным обеспечением. Таким образом, можно до… сколько у вас там она выросла, так до глубины пролистать, посмотреть. Up, One Level – это означает на один уровень выше, Back to Top – это означает подняться на самый верх. То есть такое вот дерево у вас, оно называется генеалогия. Когда у вас подключается партнер, он попадает в Holding Tank List, вот сюда. Если я зайду сейчас, как видим, у меня он пустой. Я всех партнеров своих оставил. У вас подключается партнер, он попадает сначала сюда, как там называется на русском, сейчас вспомню. Секунду. Список ожидания. Он попадает, получается, в этот список ожидания. И вы сами можете его выставить. Например, я хочу поставить его, например, вот в эту ветку, да, во вторую ветку, к примеру. Листаю. Нахожу первое свободное место. Вот я хочу, например, сюда его поставить. Соответственно, я щелкаю на свободное место. У меня открывается список. Так как у меня сейчас нет партнеров, список пустой. Я выбираю его, нажимаю кнопку «Ок», подтверждаю, и мой партнер попадает сюда. Вот. Соответственно, все ваши клиенты или партнеры, которые подключаются, они попадают сюда, в Holding Tank List. В течение 10 дней вам необходимо их распределить по структуре. Как правильно распределять, я вам попозже расскажу. Нужно, чтобы в каждой ветке было, ну, примерно они были равны, чтобы получать максимальное количество вознаграждений. Ставите на первое место, куда хотите. Если вы в течение 10 дней их не расставите, они автоматически будут расставлены. То есть первый партнер, который самый ранний подключился, например, вы подключили трех партнеров и не расставили их в течение 10 дней. Первый партнер попадает в вашу первую ветку на первое свободное место в первой ветке. Второй партнер попадает во вторую ветку на первое свободное место во второй ветке. Третий партнер попадает в третью ветку, а на первое свободное место в третьей ветке четвертый партнер, если вы его не расставили, снова в первую ветку, пятый во вторую, шестой в третью и так далее. Таким образом происходит аптезаполнение. Поэтому рекомендуется в течение 10 дней самостоятельно расставлять людей в ту ветку, в которую вы захотите. Иначе они будут расставлены через весь день автоматически. Так, как тут вернуться? Есть вопросы по холдинг-танк-листу, по списку? Вопрос есть по лицензиям? Нет, это только с оплатой 99 долларов. Вознаграждение получаем только тогда с человека, когда разместили по генеалогии. Хороший вопрос. Мы получаем вознаграждение в любом случае 40 долларов сразу же с него, а кодит бонус и кодированный бонус, который у нас, и резидуальный бонус, соответственно, мы получаем только после того, как мы его разместили в генеалогии. То есть если мы человека не разместили в генеалогии, мы не получаем вот эти бонусы, пока не разместим. Как только размести, начнем получать. Вопросов, вижу, по холдинг-танкерску у нас больше нет. И переходим к следующим бонусам. У нас есть еще три вида бонусов. Кодированный бонус, матчинг-бонус и резидуальный бонус. У нас есть две структуры. Они между собой взаимосвязаны. Дивидуальный бонус выплачивается. То есть по дивидуальному бонусу вы можете размещать всех партнеров. Получается, под каждым партнером у нас есть только три свободных места. Если мы, например, пригласили шесть человек, то есть четвертого, пятого, шестого, нам необходимо будет разместить ход на первые три команды. Так как нам удобно. То есть можно сюда поставить, сюда друг под друга. Это так называемые переливы. Как только вы ставите команду 1 в свою генеалогию, она автоматически размещается в генеалогии кодированного бонуса. В кодированном бонусе есть только, это получается, по линиям. То есть здесь получается у нас матрица. Неважно, партнер на каком уровне. То есть ваши лично стоящие могут быть на пятом, на шестом уровне, в зависимости от того, как вы их расставите по веткам. Кодированный бонус получается уровень 1. Это все ваши лично приглашенные. Например, вы пригласили 10 человек, у вас на первом уровне 10 человек будет. Здесь вы 10 человек, вам нужно будет разместить их на глубину. То есть в первой ветке только 3 человека вы можете сами разместить. Остальных всех на глубину. А в кодированном бонусе первый уровень – это все ваши лично приглашенные. Второй уровень – это приглашенные ваших лично приглашенных. То есть вы пригласили партнера, он пригласил, например, трех партнеров. Это ваш второй уровень будет по кодированному бонусу. По резидуальному бонусу они могут располагаться на любой уровне. Например, вы пригласили партнера, поставили его на какой-нибудь там 10 уровень, он приглашает партнера, ставит к себе его сюда, и, соответственно, он здесь будет у вас. Непонятно на каком уровне, а здесь будет на втором уровне. Сейчас я покажу в личном кабинете, как это все выглядит. На примере. Например, у меня вот есть Елена Мальцева, и вот я поставил Артема Бронина под Елену Мальцеву сюда. Генеалоги, да, и других партнеров. Вот буковка «П» — это значит личный человек, да, то есть, например, перейти. Видим, вот «П» — это мои лично приглашенные партнеры, которых я сам лично пригласил и поставил в структуру. Кодированный бонус можно посмотреть здесь, входит бонус 3, дерево кодированного бонуса. Здесь, получается, идет совершенно другое дерево. Как видим, первый уровень — это все мои лично приглашенные партнеры, которых лично я пригласил. Они вот все на первом уровне размещены. Второй уровень — это все партнеры, которых пригласили мои партнеры. Получается, например, третий уровень — это, получается, партнеры партнеров, ну и так далее, идет на глубину. То есть у нас есть с вами два дерева. Одно дерево, получается, одна структура по кодик бонусам, одна структура по генеалогии. Как только мы возмещаем человека в генеалогии, он автоматически попадает сюда, в кодик бонус 3. Так, возможно, немножко сложно. Есть вопросы по этому или нет? Человек может вернуть средства в течение 7 дней, не 10, а получаем мы средства на следующей неделе. То есть всех, кого мы пригласим на этой неделе до субботы в 10 утра по Москве, мы за них получим бонусы на следующей неделе в субботу в 10 утра по Москве. Если мы человека пригласили в воскресенье, соответственно, с воскресенья по субботу всех, кого мы пригласим, мы получим бонусы через неделю только. Анатолий спрашивает, где можно увидеть структуру по кодированным бонусам. Я показал. Так, смотрю, вопросов больше нет, да, по кодированным бонусам, по размещению партнеров. Кодированный бонус первый, второй уровень, третий уровень, как в классическом маркетинге получается, и резидуальный бонус. Резидуальный бонус – это, получается, тренар, так называемый. Так, вопросов нет, переходим дальше. Итак, это у нас… Так, еще вопрос есть, пока не перешли. Сколько уровней и глубину отслеживает система до бесконечности? Итак, переходим к табличке кодированных и матчинг-бонусов. Итак, это самый сложный бонус, который требует больше всего объяснений. И сейчас постараемся подробно его разобрать. У нас в системе, в компании предусмотрены различные рамки. Первый ранг – это ранг Apprentice, наверное, так правильно называется. Второй ранг – Ambassador 600, третий ранг – Ambassador 1500, Executive 3000 и так далее. Максимальный ранг – Global Legend, глобальная легенда. Цифры указана – это сколько в долларах доход получается по ризидуальному бонусу. То есть, Apprentice – это 150 долларов, Ambassador 600, Ambassador 1500, здесь 3000 долларов, 5000 долларов, 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Глобальная легенда – это миллион долларов в месяц. Вот так называются наши ранги. Для того, чтобы закрыть ранг, вот требования, получается, вот эти две таблички, требования по рангам. Первая – персональная подписка. Что это означает? Чтобы закрыть первый ранг, нам необходимо четыре персональные подписки. Обратите внимание, что сюда входит наша личная подписка и три лично приглашенных человека. То есть, мы сами оплатили программное обеспечение и подключили трех человек. Первого поставили, например, в первую ветку, второго во вторую, третью в третью ветку. После того, как мы выполнили это условие, мы перешли на ранг Apprentice. Следующий ранг у нас идет, ранг Amposedor 600. Нам нужно также самим проплатиться, подключить трех человек. И в каждой из веток у нас должно быть четыре человека. Как это выглядит? Сейчас покажу. То есть, в этой ветке у нас должно быть четыре человека, в этой ветке четыре человека и в этой ветке четыре человека. Каким образом эти партнеры могут появиться в наших ветках? Есть три варианта. Первый вариант – это наша лично приглашенная. То есть, мы сами можем пригласить, например, тренадцать человек и расставить их, например, в первую сюда три человека и сюда девять. То есть, сами пригласили всех людей и расставили таким образом. У нас двенадцать человек, по четыре человека в каждой ветке. Второй способ — это наши приглашенные приглашают трех человек. Например, я пригласил Наталью, Наталья пригласила трех человек. Соответственно, в этой ветке у меня четыре человека. То есть не обязательно сам приглашать всех обеих. Или вот здесь, например, видим ветку, то есть я сюда всех четырех сам лично приглашаю. То есть все буквы «кафе» это персонально означает. Всех четырех человек я сам сюда поставил, во вторую ветку. Третья ветка, например, я пригласил двух человек сюда. То есть я пригласил Елену, поставил сюда Артема, потому что мест не было. И Елена пригласила двух человек. То есть если у нас такая вот структура, а неважно на каком уровне, то есть это может быть один, два, три, четыре в линию. То есть неважно, каким образом они располагаются. А главное, чтобы в общей сложности в каждой ветке было по четыре человека. Как только у вас по четыре человека в каждой ветке набирается, обязательное условие, один лично приглашенный в каждой ветке. Соответственно, вы переходите на второй рамок. Также еще один способ есть, о котором я хотел бы сказать. Это способ переливов. Например, Павел, да, вот Павел у меня подключился. У меня есть партнер, и мне нужно их куда-то расставлять. Соответственно, я расставляю под Павла. Всех трех партнеров я поставил под Павла. То есть первую ветку мы во вторую и в третью поставил партнера. Евгений там, да, пошел, например. Тут Евгений сам пригласил, раз, два, три человека. Далее, как видим, мы лично приглашенные. То есть я начал их расставлять сюда. Опять мы лично приглашенные. И вот так вот по структуре, то есть я начал расставлять людей. Таким образом, если пролистать наверх, например, вот вернемся к Евгению. Как видим, Евгений, да, он сам лично пригласил, получается, трех человек. Это Юрий, Константин и Константин. А людей в первую ветку поставил ему я, потому что мне нужно их размещать. Соответственно, у Евгения в первой ветке уже сколько человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть Евгения уже в первой ветке девять человек, хотя он сам лично пригласил в первую ветку только двух. И таким образом у нас, получается, заполняются ветки. Три способа. Лично приглашенные, партнеры наших партнеров и переливы. И как только у нас появляется по четыре человека в каждой ветке, мы переходим на статус Амбассадор 600. Следующий рамк, получается, у нас Амбассадор 1500. Требования 15, 10, 10. То есть 15 человек в одной ветке и по 10 человек в двух других ветках. 15 человек, неважно, в какой ветке будут располагаться. Это может быть первая ветка, может быть вторая, может быть третья ветка. Следующий рамк, это у нас рамк 3000. То есть это по 30 человек в каждой ветке. Следующий рамк, 100-150. 50, неважно, в какой ветке ты можешь быть, первый, во второй, в третий ветке. И, как видим, персональные подписки, то есть наши лично приглашенные, они увеличиваются. То есть чтобы закрыть рамк 3000 долларов, нам необходимо, чтобы мы сами оплатились и пригласили с четырех человеком. Здесь нам нужно пять лично приглашенных, плюс наша оплата. Ну и так далее. То есть чем выше рамк, тем больше нам нужно лично приглашенных партнеров. Для примера, сейчас покажу свой пример в личном кабинете. Как это выглядит. Нажимаем дэшборд, главная страница получается. Вот, на данный момент у меня рамк 3000. Как видим, у меня в первой ветке 150 человек уже, в третьей ветке 300 с лишним человек, и во второй ветке у меня всего 33 человека. И, соответственно, я во второй ветке пока отстаю немножко. То есть 30-30-30 у меня в рамках 3000. Как только у меня появится 50 человек во второй ветке, я перейду на следующий штат в 5000. Это будет 100, 50, 100 у меня. Следующий рамк 200, 200, 100. То есть у меня, вот видим, сейчас вторая ветка немножко встрет, буду ее подтягивать. И таким образом буду закрывать следующий рамк. Есть вопросы какие-либо по рамкам, вот по этим, по количеству людей в генеалогии. Как бы это нужно обязательно разобрать сейчас, чтобы все понимали, как эти рамки закрываются. Потому что в зависимости от вашего рамка будет зависеть ваш доход. Если есть какие-то вопросы по рамкам, напишите, пожалуйста, в чат. То есть трех достаточно подключить, чтобы получить рамк первого верно? Да, верно. Что значит цифры 1, 2, 3 в левом верхнем углу человека в генеалогии? Цифры 1, 2, 3 означают, что это ваш первый, второй и третий партнер. Сейчас я вам покажу. То есть первого партнера, которого вы расставляете, это значит первый партнер, которого разместили в генеалогии, и второй партнер, это получается второй партнер, соответственно, и третий. То есть, как видим, у меня первые партнеры Наталья, циферка 1, второй партнер Лена, циферка 2, третий партнер Артем, циферка 3. У всех только у первых, у вторых, у третьих. Эти циферки, они нужны для матча бонуса. Про матча бонуса я расскажу попозже. То есть с этих партнеров мы получаем самые большие разограждения по матчу бонуса, который первый, второй и третий. Поэтому, если у вас подключается много партнеров, обязательно разместите первых трех самых активных, на ваш взгляд, у кого самые большие команды, потому что по матчу бонусу вы будете с них зарабатывать самые большие бонусы. Запись вебинара будет, да, в чате. Денис, сейчас включу микрофон. Сколько времени лично у тебя заняло на экзюктив 3000? Ну, в компании меньше месяца, оплату меньше месяца включили, поэтому я даже не знаю, сколько точно, может, неделю-три. Так, сейчас я вниз свой микрофон включу. Как мне зайти зум? Денис, подними, пожалуйста, руку, чтобы я тебя увидел наверху в списке. Так, там есть функция такая, поднять руку. Все, вижу. Привет, всех приветствую. Андрей, смотри, такой вопрос. Имеет ли значение для квалификации, кто у тебя в структуре, партнеры или уже, или просто пользователи? Не имеет. Единственное, есть правило 55%, а так не имеет. Оно распространяется на всю структуру, либо на конкретную ветку? На конкретную ветку, то есть по каждой ветке у нас есть правило 55%, то есть в каждой ветке у нас должно быть 55% клиентов. Вот, если будет партнеров больше, чем клиентов в ветке, соответственно, бонус начисляться не будет. И как бы это сделано в связи с тем, что, ну, с регуляторами, да, чтобы наша компания не попадала под финансовую пирамиду, да, что очень много партнеров, которые зарабатывают на бизнесе, а клиентов нет. То есть в каждой ветке обязательно требования 55% клиентов. И вот я сейчас… И смотри, у меня просто, смотри, в одной клетке квалификации 100%, там, где партнеры и пользователи, а в одной у меня люди регистрирулись сразу же, как партнеры, все зелененькие, и там квалификация 0. То есть что в этом случае происходит? Не начисляется ранг, и, соответственно, по коду бонуса что происходит? Либо ранг 1, либо 2. Как? Я знаю, что не начисляются, по-моему, не ходит бонус, не резидуально не начисляются. Насчет личников, конечно, не уверен. Вот у меня квалификация, то есть 87%, то есть 19 партнеров, 131 клиент. Здесь пока что все клиенты у меня. Здесь 48 партнеров, 275 клиентов. Вообще, да, то есть как бы именно партнерку не имеет смысла оплачивать раньше времени. Почему? Потому что в любом случае человек с первых трех получит только в том случае, если он пригласит в течение 10 дней четвертого. То есть маркетинг, ну, после трех только оплачивается. Ну, у меня просто структура пошла и сразу проплачивают и партнерку, и, соответственно, пакет. И все зеленые, у меня ветка ноль квалификации. Сейчас понял. Будем заставлять просто пользователей регистрировать. Ага, да. Ну, да, если как бы регистрировать, то есть, получается, на каждого партнера приходится менее 3 клиента. То есть мы проплачиваем статус партнера после трех клиентов. Если это будет соблюдаться, соответственно, у нас будет 75% и выше. То есть один на трех. То есть один партнер на трех клиентов – это 75% и выше в год. То есть у меня вот все четенько получается. Угу. Ну и такой вопрос, если знаешь, как только квалификация пройдет, добавится, до начислено по ним будет или нет? Нет, не будет. То есть пролетели мимо? Да, не пролетели. Я пролетел, короче, в прошлый раз тоже там с одним бонусом таким образом. Ничего, ладно. Так что бывает. Все, спасибо, отключай. Ага, ну отключайся сам. Если я сама расставлю партнеров под одной из веток, они получат бонусы по рангам. Единственное условие, что у этого партнера должно быть 3 лично приглашенных в каждой ветке. То есть, например, если у этого партнера есть первый партнер, второй партнер и третий партнер, и ты расставишь ему по 3 человека в каждую ветку, он закроет раунд 2. То есть так можно делать. То есть главное условие, чтобы по одному как минимуму лично приглашенному у него должно быть своих. Так, табличку. Переходим на табличку. Я думаю, так вопрос ответил, да, на этот вопрос. То есть 4, например, 10, 10, 15, да. Можно, например, чтобы человек пригласил по одному человеку, например, а мы ему сами там 32 человека поставили, он будет зарабатывать как по этому рангу. Так делать можно. Главное, чтобы по одному лично приглашенному было в каждой ветке. Так, Андрей, верни табличку. Во второй колонке количество проплаченных людей 4, 5, 6. Это с учетом твоей оплаты. Сейчас есть определенные новости, сейчас я про них расскажу. У компании удалось достичь соглашения о том, что можно, не пользуясь продуктом, приглашать партнеров. Я знаю, что часть людей об этом уже знает, часть людей еще не знает. Сейчас я более подробно об этом расскажу. У нас есть два условия. Первое условие – это мы сами проплатили программное обеспечение и мы пригласили трех человек. Соответственно, у нас 4 персональные подписки, включая нашу. Либо, например, 7, да, вот на этом статусе. То есть одна наша и 6 партнеров лично приглашенных. Но есть такой момент, начиная, я думаю, что либо с этой недели, либо со следующей, можно будет как делать? То есть можно будет зайти в компанию как партнер без программного обеспечения и, соответственно, продавать именно не роботов, а вот эти подписки. Таким образом можно будет работать, не проплачивая самостоятельно роботов. То есть вы заходите в компанию, проплачиваете 79 долларов, и вы можете пригласить четырех человек, и это будет у вас также ранг первый. То есть не ваша личная проплата, а проплата дополнительного человека. Так, что с этого можно получить? Сейчас расскажем более подробно. Сейчас пока важно понимание, чтобы вы поняли, как закрываются ранги, то есть какие требования по рангам, по веткам. То есть как люди расставляются, в какую ветку, и сколько людей требуется для каждого ранга. С этим все понятно. Я думаю, вопросов больше нету, поэтому давайте перейдем к бонусам, к отчислениям. Так, сейчас посмотрю следующий слайд сначала. Ну, это уже следующий бонус ушел. Итак, кодированный бонус. В принципе, вот эти значения, они примерно одинаковые должны быть, за исключением вот этого. Итак, если у вас первый ранг, вы закрыли первый ранг, после того, как вы закрыли ранг, вы начинаете зарабатывать по 15% дополнительно с каждого лично приглашенного человека, а также с первых трех партнеров от каждого приглашенного. Как это выглядит? Так, у меня есть слайды. А вот вебинары с прошлой, получается, и с глобал пиковой ланч. Сейчас я открою, чтобы это наглядно было более понятно. Так, снимем экраном. Так, 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 где у нас кодирование бонуса? Это, по-моему, слайд. Ну, и слайды не успели эти подготовить. То есть, например, вы пригласили трех человек. С четвертого человека и последующих на первом ранге, да, пока мы не закрыли ранг один, вы получаете дополнительно 15%. И с первых трех, только с первых трех человек от каждой команды вы получаете также код 15%. Например, вы пригласили трех человек, у вас ранг один. Вы приглашаете четвертого человека, вы получаете с него 40 долларов плюс дополнительно 15%. 15% от 247 долларов, по-моему, 37,5 долларов. То есть, вы получаете не 40, а 77,5 долларов с четвертого человека. С пятого также, пока вы на ранге один. Также вы получаете по 15% с первых трех человек, которых пригласят в первой, во второй, в третьей команде. То есть, например, вы подключили человека, второго, третьего, вы закрыли ранг один. Ваш человек подключает первого человека. Он с него получает 40 долларов, а 37,5 долларов идут вам, так как у вас 15%. Со второго человека вы получаете 37,5 долларов, с третьего человека 37,5 долларов. Также с первых трех человек от второго человека вы получаете, с первых трех человек от третьего человека вы также получаете. И таким образом, у вас вы уже переходите на второй ранг. На первом рамке вы получаете по 15%. Со всех лично приглашенных дополнительно и с первых трех партнеров от каждого партнера. С этим понятно? С 79 вознаграждений никаких не идет. Если разрешено быть просто партнером, то тем, кто проплатил партнером на робот ранее, можно будет не оплачивать робота далее? Я думаю, что да. Но если человек строит бизнес, я не знаю. Вот я лично пришел на продукт, мне нравится робот, мне нравится программное обеспечение. Я, например, не представляю, как можно строить бизнес и рассказывать людям о программном обеспечении. Если самим не пользоваться. Я знаю, что есть такие люди, некоторые СКИКи, которые чисто строят бизнес, возможно, им продукт интересен. Но мне кажется, так будет гораздо сложнее строить бизнес. Возможно приглашать таких же людей, которым интересен только бизнес. Прежде всего, я думаю, что нужно приглашать людей, как клиентов, на продукт, чтобы они пользовались продуктом, получали результаты. И, соответственно, продолжали пользоваться продуктом и приглашали людей. Но рекомендовали именно продукт. Бизнес уже как дополнение, но я думаю, что это не запрещено. Вопрос правильности построения, то есть если у человека что-то не получится, он просто выйдет, и все. Либо там что-нибудь, я не знаю. То есть я не знаю, как можно продавать бизнес, не пользуясь продуктом этого бизнеса. Так, поэтому вопросов больше нет. Я думаю, тут в принципе понятно. Это кодированный бонус с первого ранга. Так, следующий слайд. Так, переходим на наши слайды. Следующий ранг. Когда мы переходим на ранг второй, то есть у нас есть 4-4-4 лет, по 4 человека каждый лет у нас появляется статус Ambassadour 600, второй ранг, мы начинаем получать 20% по кодированному бонусу. Как это будет выглядеть у нас? Смотрю. Вот еще один пример, то есть по 15% получили. Смотрите, то есть у нас получилось, получается, с первого трех мы не получаем, походит бонусом. Четвертого, пятого, шестого, седьмого получили по 15%. И здесь у нас тоже вот сколько? У нас получилось 12 человек. По 4 человека каждый. Здесь 4 человека, здесь 4 человека, здесь 4 человека. А вот у нас мы переходим на статус на второй ранг. Далее мы начинаем получать по 20%. То есть со всех лично приглашенных на втором ранге мы получаем 40 долларов в дирекции L-бонус, это бонус прямой продажи, и дополнительно 20% по кодовому бонусу. 20% от 247 долларов, это получается 50 долларов в интервью. То есть мы получаем почти по 90 долларов с каждого человека уже на втором ранге. Также мы получаем по 20% с разницей. То есть, например, мы пригласили человека вот этого, например, командовая, мы получили 40 долларов плюс 20%. С первых трех его партнеров мы также получаем 20%. То есть он приглашает трех человек, мы получаем по 50 долларов с каждого человека со второй линии. Приглашаем девятого человека, у нас раунд 2. Он приглашает трех, мы получаем по 20% от этих трех людей. То есть с него и получаем 90, из тех трех человек мы получаем по 50 с каждого. Так, с этим понятно, я думаю. Сейчас позже вопрос задам. Что у нас будет, если у нас возникнет разница? Примеры. Мы пригласили вот тех людей, да, которые там по 15%, да, мы получили там по 15% с первых трех человек. Человек закрывает первый раунд, мы закрываем второй раунд. Что в таком случае происходит? Если мы на втором ранге, а человек на первом ранге, и тот человек приглашает трех партнеров, мы получаем разницу. То есть тот партнер, который закрыл ранг один под нами, он получает 15%, а так как у нас ранг 2 и 20%, мы получаем 5%. То есть всегда высчитывается разница. Так, еще на примере покажу свою структуру. Возможно, это будет сложно как бы изначально понять, но потом со временем это придет. Например, я закрыл ранг 2, у меня 12 человек, а Наталья, например, закрыла ранг 1. То есть у меня ранг 2, ранг 1. Вот эти три человека, я с них получил по 15% с каждого. Теперь возьмем пример, переходим к Наталье сюда в структуру. Вот эти три человека, которых Наталья пригласила, они начинают каждый тоже приглашать по три человека. То есть вот этот человек приглашает, Наталья получает 15%, 15%, 15%, так как она на первом ранге, то есть у нее еще по одному человеку, то есть только начинают эти появляться. А так как у меня второй ранг, я получаю вот с этих людей 5%, то есть у меня 20%, у Натальи 15%. Вот этот человек приглашает человека, он с него ничего не получает, Наталья получает 15%, я получаю 5%. То есть всегда высчитывается разница. Если бы у меня был третий ранг на 1500 долларов, у Натальи первый ранг, я бы получал бы по 10%. То есть если разницы нет между партнерами, мы получаем полностью весь бонус. А если разница есть, мы получаем разницу бонуса. То есть, например, я пригласил восьмого человека на втором ранге, я получил 20%. Он подключил трех, я с них тоже по 20% по копированию бонуса получил. Он закрыл ранг один, его партнеры каждого по три пригласили, он получил 15%, я получил 5%. Так, есть вопросы? 15% мы получаем с любой глубины или только со второй линии. Мы получаем с любой глубины до того, как человек в глубине закроет ранг. То есть, например, я закрыл ранг 15%, а Наталья подключила только двух человек. Когда, например, я получил с двух человек по 15%. Эти два человека, они каждый приглашают по двух человек, например, да, они не закрывают ранг. Чтобы закрыть ранг, нужно три человека. Они приглашают по двух человек, то есть тоже третья линия. Я получаю с них тоже по 15%. И таким образом я буду с бесконечности вниз на глубину получать по 15%, пока кто-нибудь из них не закроет ранг один. То есть, Наталья закрывает ранг один, у меня ранг один, да, то есть у меня 15%, у Натальи 15%. Соответственно, разницы нету никакой, я перестую получать с этой структурой. Если у меня ранг два, у Натальи ранг один, я получаю разницу. Либо, например, у Натальи ранга нету, у меня ранг два, а у партнера Натальи закрылся ранг один. То есть я ранг два так же, да, то есть я уже с той линии не получаю. Но с другой Натальи на ветке, если она получает еще одного партнера, я получу тоже вознаграждение. То есть всегда высчитывается разница в этой ветке. Если нету партнеров со статусом таким же, как у меня, я получаю разницу. Если статус уравнивается, я ничего не получаю, пока не закрою, как бы, ну, высшестоящий ранг, чтобы у меня был больше. Если у тебя 20, у Натальи 20%, да, я с ее ветки по кодированному бонусу не получаю, пока я не закрою следующий ранг. В данном случае конкретно. Так, вопросов больше я не вижу. Хорошо, что все понятно. Стараюсь максимально подробно возживать этот момент. Так, переходим к следующему раунгу. Следующий раунд у нас идет, третий ранг, а Масадок 1500. Здесь мы получаем до 25%. То есть переходим опять к этому слайду. Например, я подключаю, например, девятую команду. У меня третий ранг. Соответственно, я с него получаю 40 долларов за личную продажу и получаю 25% по кодированному бонусу. 25% это получается где-то 62,5 доллара ориентировочно. То есть я с него получаю по 2,5 доллара с этого человека. Также этот человек приглашает трех партнеров. Я получаю с каждого из первых трех партнеров по 25%. То есть по 62,5 доллара с каждого из первых трех партнеров. Я с десятого подключил, с него 25% по кодированному бонусу, с первых трех партнеров тоже по 25%. То есть чем выше у нас ранг, тем больше процентов мы получаем по кодированному бонусу. И давайте опять рассмотрим разницу. Например, я третий ранг, у меня 25%. Команда девятая пригласила трех человек, я с них получил по 25%. Он закрыл ранг один, у него 15% становится. У меня 25%, у него 15%. Вот эти три человека, которые здесь встали, они приглашают по трех партнеров. С этих трех партнеров, именно с первых трех партнеров, я получаю по 10% с каждого. То есть по 25 долларов из них. Потому что ранг один, ранг три, разница 25-15, 10%. С первых трех партнеров я получаю по 10%. Когда здесь по три партнера закрылась, у этих партнеров ранг один, у команды девятой ранг два, соответственно, 20%, у меня ранг три 25%. Далее, следующие партнеры приглашают по три партнера, я получаю с них, соответственно, по 5%. То есть с первой линии, с первых трех, от первой линии максимальное значение, а дальше считается разница на глубине. Есть вопросы? Нифиг на себе. Да, я про это и говорю, что бонусы здесь просто дикие, короче. Тут чем выше ранг, то есть начиная с третьего ранга, просто, ну, космические бонусы начинают приходить. То есть вы подключили человека, сразу 120,5 доллара получили, с первых трех партнеров по 60, там, 2,5. То есть, ну, тут просто жесть. А когда это начинает еще в глубину расти, там просто у вас, ну, столько бонусов, вас просто бонусы начинают заваливать. Когда у вас по 100 человек в неделю подключается в структуре, можете представить себе, сколько бонусов прилетает. Итак, с этим разобрались, с первыми тремя рангами. Далее, извиняюсь. Это вот первые три ранга. 15% первый ранг, 20% второй ранг, 25% третий ранг. Далее. У нас, начиная с четвертого ранга, переходим теперь на эту строку, на пятую, на пятый, точнее, столбец. Начиная с ранга 3000 и 5000, у нас идет дополнительный бонус. 3%. То есть, как видим, здесь 28, но он дополнительный. То есть плюс 3%. Что это означает? Это все то же самое, то есть я получаю также 25% максимальные. Но, например, я на четвертом ранге, 25% у меня, и мой партнер также закрывает четвертый ранг. Вот как вопрос был, то есть если у меня, например, 20, у Натальи 20, то я ничего не получаю. Но, например, если я закрываю 25% и Наталья закрывает также 25%, то в любом случае, неважно, какой у нее ранг, даже если она меня перегонит. Например, у меня там четвертый ранг, у нее пятый ранг. То есть у меня 3000, у нее там 5000. В любом случае, с первых трех партнеров от каждого партнера я буду получать по 3%. Это вознаграждение небольшое, но за счет количества партнеров, потому что там реально сотни уже люди пойдут, будет очень много. То есть на ранге 3000 и 5000 мы получаем по 3% дополнительно. Даже если у нас уравнялись ветки. С лично приглашенных партнеров мы получаем 25 и 28%, соответственно. Просьба на экране не рисовать. Удалите, пожалуйста, ваши линии. Кто тут нарисовал? То есть если мы приглашаем, например, на пятом ранге лично приглашен, ну, человек, как бы, мы получаем с него 28%, уже не 25. И если считать по глубине, по разнице, то 3% всегда мы эту разницу будем иметь. То есть, соответственно, с ранга элит 50 тысяч у нас идет разница 7%, а, ой, извиняюсь, 10 и 25 тысяч у нас идет 5% дополнительно. То есть если мы, ну, грубо говоря, подключили человека, мы с ним и получаем, например, на этом ранге 30% походе к бонусу, по кодированному бонусу. И если мы уравнялись с рангом с каким-то партнером, например, у меня ранг 25 тысяч, и у Натальи ранг 25 тысяч, то есть все равно я за глубины буду получать по 5% до бесконечности с каждых трех партнеров от каждого партнера. Ну и далее, начиная от 50 тысяч долларов и выше, получаем уже по 7%. То есть тут один бонус одинаковый для всех. Таким образом, мы с вами разобрали кодированный бонус, а теперь вопросы по кодированному бонусу. Остались еще или нет? Я когда первый раз разбирался, тоже сначала ничего не понял, но где-то с третьего раза я уже въехал, поэтому, кто не понял, пересмотрите вебинар, задайте еще какие-то вопросы, и, возможно, разберетесь. Возможно, сначала, говорю, сложно, кажется, но это очень прибыльный бонус. Либо просто знайте, что это реально очень прибыльный бонус, там уже по ходу дела, когда будете подключать людей, вы увидите, что, блин, у вас постоянно вознаграждение. То есть с каждого человека, с каждой оплатой 247 долларов вам будут постоянно прилетать вознаграждения. Кодит бонус, начисляется разово, верно. Да, все верно. Начисляется разово с оплатой 247 долларов. Кстати, Наталья, вопрос был, что можно ли, например, не платить программное обеспечение, а зарабатывать по маркетингу? Да, можно. И такой момент, если человек не оплачивает срок программное обеспечение, то есть, например, у него подписка закончилась, 169 долларов, он не оплачивает ее. Ему дается 3 дня, чтобы оплатить в члене 3 дней. Как бы робот эти дни не работают, но ему дается 3 дня, чтобы оплатить ее на 169 долларов. Если человек решает потом заново зайти, как бы оплатиться, ему нужно будет оплатить снова 247 долларов. Обратите на это внимание. То есть, если человек перестал заниматься, оплачивать программное обеспечение, потом он решил опять продолжить программное обеспечение использовать, ему необходимо будет заплатить снова 247 долларов. И, соответственно, кодит бонус и все остальные бонусы, за личниками тоже бонусы, они будут снова выплачены при саплате 247 долларов. вопросов нету это радует сходим бонусом мы разобрались теперь переходим тогда к матчу бонусу так тут короче начертил мне и не удалил я не знаю как это сделать поэтому ничего здесь не буду чтобы не отнимать время и еще хуже не сделать так переходим к матч бонусу у нас есть получается два вида матч бонуса тут последние колонки матч бонус с первых трех команд и матч бонус 4 последующих команд на первом уровне у матч бонус не выплачивается как только мы закрываем 2 вывень мы начинаем получать по матч бонусу 20 процентов с первого уровня с первых трех команд сейчас я найду слайд вам покажу как это выглядит вот отлично такой слайд то есть получается кодит бонус и матч бонус то есть мы закрыли второй ранг и вот первых трех человек которые мы разместили по генеалогии то есть у которых циферки 1 2 и 3 мы начинаем получать 20 процентов матч бонус с них что это значит матч бонус выплачивается от кодит бонуса например наталья заработала по кодит бонусу тысячу долларов за неделю пример вот нет подключилась много народу она заработала по кодит бонуса тысячу долларов если у меня на 2 ранг я получаю 20 процентов от ее начислений то есть наталья заработала к примеру тысячу долларов я получаю в двести долларов по матчу второй у меня там елена получается партнера третий артем то есть по 20 процентов с их vonis бонусов я начинаю получать по матчу есть вопросы конкретно вот по рамку два или продолжать дальше Так, этот вопрос не относится к матчинг-бонусу, я прошу задать его попозже тогда. Сейчас конкретно вопросы по матчинг-бонусу. После вебинара мы разберем все остальные вопросы, которые останутся. С этим вроде понятно, вопросов нет, переходим в следующее. Как только мы закрываем третий раунд, у нас получается матчинг-бонус с первого уровня 20% и 10% с второго уровня. На этом слайде мы можем видеть, что в трампе 10% 20% с первого уровня и 10% с второго уровня. То есть первые три наших партнера, они пригласили трех партнеров, каждый 9 человек, видим, на втором уровне. Каждый из них также зарабатывает коди-бонусы, кодированные бонусы. И мы получаем с них по 10% от их кодированных бонусов. То есть вы, например, пригласили человека, получаете от его кодированных бонусов 20%. Этот человек пригласил трех человек. Из этих первых трех человек вы получаете также по 10% матчинг-бонусы. Например, Наталья заработала по кодированному бонусу 1000 долларов, мы получили 20%. Здесь, например, Андрей заработал по кодированному бонусу 500 долларов, мы получаем 50 долларов от его кодированного бонуса, по матчу и бонусу о третьем рамке. Здесь, я думаю, в принципе, все понятно, примерно так же все, то есть 20%. Первый уровень, третий рамк – 20-10. И далее, сейчас вернусь к слайду. Начиная, смотрим, с четвертого уровня, это ранг 3000, который сейчас я закрыл, здесь начинается вообще очень классная ситуация. То есть так же 20-10 везде и дополнительно добавляется бонус со всех остальных команд. То есть у нас есть много команд, команда – это лично приглашенная партнера. Например, вы пригласили 6 человек и вы закрыли четвертый ранг. Вы начинаете с четвертой, пятой, шестой и всех последующих получать по 5% с первой линии. И также вы начинаете получать по 5% со второй линии с первых трех человек. То есть каждый лично приглашенный ваш, начиная с четвертой команды, например, у вас 10 человек, да, идет после трех. У каждого из них по 3 первых, это еще 30 человек. С каждого из них вы начинаете получать по 5% матчинг-бонусом. С четвертой и последующей команды. С первого 5% и со второго 5%. То есть, как видим, очень важно закрыть как можно быстрее четвертый уровень. Потому что здесь начинаются прям вообще бомбические бонусы, особенно для тех, у кого много лично приглашенных людей. Есть какие-то вопросы по матчинг-бонусу? Матчинг-бонус более простой бонус, поэтому здесь вопрос, возможно, меньше будет. Охренеть. Круто, вопросов нету. И теперь переходим к бонусу. Я сказал, даже на моем экране, да, нарисовали. Я скажу, что вот этих двух бонусов в прошлой компании, в которой мы работали, их даже не было. Их вот сейчас добавили с первой. Поэтому это жесть. Сейчас еще одна жесть вас ждет. Самый последний бонус, он считается одним из вообще самых казенных из всех, которые есть. Который выплачивается ежемесячно, ежемесячно пассивный доход. Это индивидуальный бонус. Последний вид бонуса, который выплачивается с абонентского класса 169. Так, зачитаю еще раз. Ежемесячно пассивный доход начисляется еженедельно в зависимости от вашего ранга в компании. Начисляется только с апплата 169 долларов. До тех пор, пока вы будете поддерживать ваш ранг каждую неделю, вам будут начисляться вознаграждения в зависимости от вашего ранга. Вы должны быть квалифицированы каждую неделю для получения бонуса. Что это значит? Например, вы закрыли ранг на 3000 долларов. И, соответственно, чтобы получать по этому рангу вознаграждения, вы должны быть квалифицированы. То есть у вас каждую неделю должно быть 30-30-30. Если, например, у вас 30-30-30, по 30 человек в каждой ветке, в каждой из трех. Но в какую-то неделю, например, у вас 2 человека проплатились в одной из ветки. И стало 28 человек. Соответственно, ваш ранг понижается. Вы переходите снова на 1500 долларов. и получаете вознаграждение по 1500 долларов уже. То есть по меньшему рангу. Чтобы постоянно получать по текущему рангу, либо выше, вам будет поддерживать ранг каждую неделю. Так, переходим к табличке с резидуальным бонусом. Итак, как видим, также ранги у нас идут. Первый, второй, третий, четвертый и так далее ранг. Персональные подписки все то же самое. Это я вам рассказывал в ходе бонусах. Это дополнительное требование. Мы с вами их разберем. Когда уйдем до четвертого ранга. И теперь поехали. Первый ранг. После того, как мы пригласили, сами пригласили трех, либо пригласили четырех человек, мы и оплатили абонентскую плату в 79 долларов за первый месяц. Мы закрываем статус аппрентис. Честно скажу, не знаю, как правильно читается, потому что первый раз слово в английском произношу. Раньше никогда не употреблял. Может быть, это не корректно. И, как видим, то есть обязательно требование по одному лично приглашенному в каждой из веток. Обязательно один должен быть в первой ветке, один во второй, один в третьей. Неважно, на какой глубине. Если, например, вы подписались, и ваш спонсор очень активный, он вам поставил человека на первое место. Сейчас покажу пример. Например, вы подписались, а ваш спонсор поставил вам человека переливом, и многие переживают, что, блин, зачем мне сюда человека поставить, я не могу своего развести лично приглашенного, да, чтобы раньше говорить. Вы можете поставить его под этого человека. То есть он у вас будет где-то, может быть, в глубине, может быть, там, на втором, на третьем месте и так далее. Но главное, чтобы в ветке были, в первой ветке. То есть в этой ветке, во второй ветке и в третьей ветке, по одному лично приглашенному. Не важно, на каком месте они будут располагаться. Мы начинаем получать, как только мы закрыли, по этому виду бонуса, по резидуальному бонусу, мы начинаем получать 10,5 долларов с каждого лично приглашенного. То есть если мы пригласим, например, трех человек, мы получаем 31,5 долларов еженедельно, пока мы этот раунд поддерживаем. То есть у нас раунд один, 31,5 долларов каждую неделю нам начисляли. Если у нас 4 человека, мы получаем 42 доллара каждую неделю, пока мы этот раунд поддерживаем. То есть многие вопрос задавали, когда я скомолил слайд, что почему 156, есть, что они думали, это будет со всех людей. Это именно вот, вот это P означает, это означает, что с каждого партнера, с каждого клиента. Далее, второй раунд. Амбассадор 600, количество подписок общее 13, это одна личная, получается, наша оплата и 12 партнеров, либо 13 партнеров. По 4 человека в каждой ветке должно у вас находиться. Это мы уже разбирали. Как только вы закрываете инфостатус, вы начинаете получать по 150 долларов еженедельно. То есть 600 долларов в месяц, поэтому этот раунд называется. Далее. Следующий раунд 1535, то есть 10, 10, 15. 15 человек в одной ветке, по 10, у других. Мы начинаем получать 375 долларов еженедельно, либо 1500 долларов в месяц, если у нас весь месяц продержится данный раунд. Далее. Начиная с раунга Executive 3000, здесь есть дополнительное требование. Давайте сейчас с вами их разберем. Во-первых, увеличивается количество персональных подписок. То есть если вы, например, сами подключились, подключили трех, а они пригласили вам, например, 90 человек на троих, каждый по 30, вы, соответственно, не перейдете на этот статус, потому что у вас нету четырех личных. Вам необходимо иметь здесь четыре личных приглашенных, которые по вашей ссылке зарегистрировались, чтобы закрыть этот статус. Это первое требование. Второе требование. Вам в каждой из трех веток необходимо иметь три человека на первом статусе. На статусе премис. Тут два варианта есть. Либо которые проплатили партнерку и находятся на первом статусе, то есть у них по три личных приглашенных есть. Либо второй вариант здесь есть. Они пригласили трех человек, но партнерку не оплатили и пользуются данным обеспечением бесплатно. То есть в каждой из трех веток, то есть 30, 30, 30, из 30 человек у вас должен быть один человек, который пригласит трех человек. Если вы, например, сами 30 человек пригласили, и ваши партнеры никого не пригласили, вы на этот статус не переходите. Вы остаетесь на статусе 1500, даже если у вас по 30 человек в каждой ветке. То есть первое – это четыре личника и по одному человеку в каждой ветке на минимальном рамке. Общей сложности 90 человек, по 3000 человек в каждой ветке. Доход 750 долларов еженедельно и 3000 долларов ежемесячно. Пассивный доход, помимо тех бонусов, которые мы получили. На данный момент, спустя, сколько там, меньше месяца прошло, да, я закрыл статус 1000 на данный момент, мне осталось 17 человек до статуса 5000. Кстати, очень интересно, давайте в чате, я думаю, что уже утомились маркетингом, давайте в чате напишем, кто уже зарабатывает по маркетингу и кто какой статус закрыл. Давайте посмотрим, кто уже на какие статусы вышел, удаем наших активных партнеров. Пишите, пожалуйста, в чате, кто на какой статус вышел. Пока люди пишут, я отвечу на вопрос. Трех пригласил и проплатил 79. То есть платный робот будет? По 256 с человеком, верно? Нет, неверно. Если мы пригласили трех и маркетинг оплачиваем, соответственно, мы с них, робот нам будет… Ой, так, заново. Если мы пригласили трех человек и мы не оплачиваем маркетинг, соответственно, робот нам будет бесплатный. Как только мы оплатим робота… Ой, как только мы оплатим маркетинг, соответственно, робот нам становится снова платным. То есть нам снова нужно будет платить 169 долларов, но за то, что мы оплатили, мы начинаем зарабатывать по маркетингу. Например, мы пригласили четырех человек, с них получаем по 42 доллара в неделю. 42 доллара умножить на четыре недели, получается там где-то как раз 169 долларов. То есть мы просто с этих людей получаем поднаграждение и оплачиваем данного робота. Хом вышел на 3000 долларов. Я, так понимаю, это либо Максим, либо Артем. Скорее всего, Максим. Не знаю, как написано. Наталья у нас вышла на 3000, поздравляю. Очень хороший результат. То есть у нас уже три партнера. Пока что, да, по 3000 подписалась. Как видим, как помним, походит бонусом, да, то есть если мы вышли на 3000, то есть у нас есть разница. Походит бонусом теперь 3%. То есть я все равно с ветки Натальи буду получать по 3%, даже если мы на одинаковом рамке. Сергей закрыл стап в 1500. Тоже отличный результат. Тоже поздравляю. Я смотрю, пишут только те, кто закрыл 1500, 3000 уже. Кто закрыл 150, 600, пока не написали еще. Но ничего страшного, у вас все впереди. У меня 5 кабинетов. Первый получает 3000. Три кабинета на 1500, а один на 600. Да, значит, это Максим. Просто бомбический результат. 5 кабинетов. Один на 3000. Другой кабинет на 1500. Три кабинета по 1500. Пятый кабинет на 600. У меня тоже два кабинета. У меня первый кабинет на 3000, второй кабинет пока на 600, но я думаю, что там 1500 осталось буквально тоже человек 5. То есть у меня тоже будет два кабинета. Я думаю, что у меня как раз, когда я отряду на первом кабинете на пятерку, на втором я закрою 1500. 1500 – первое место Анатолий, 7 личников и 600 – второе место. Это отлично как. Вот, отлично. То есть смотрю, уже активные партнеры по нескольких мест себе купились, чтобы зарабатывать с нескольких кабинетов. То есть, ну, как видим, уже есть партнеры, которые вот столкнули хорошо и закрыли уже ранги. То есть, вот Максим, если посчитать, 3000, 3 умножить на 1500 – это еще 4,5. Это 7,5 плюс 600 – это 8 тысяч долларов. Это полмиллиона в месяц, только поэтому бонус можно зарабатывать. То есть, Максим уже вышел на полмиллиона в месяц, чтобы зарабатывать по одному виду бонусов. Это не считая тех бонусов, о которых я рассказал. Ходит бонусы, матчин бонусы, личное приглашение. То есть, сами можете посчитать, потенциал у этого бизнеса есть. А чтобы закрыть статус 3000, нам необходимо всего 90 человек. То есть, ну, в каком другом, я не знаю, в какой другой компании, сетевого маркетинга, за 90 человек вы можете выйти на доход, там, полмиллиона рублей в месяц, как бы это бомба вообще. Согласно этого маркетинга, невыгодно иметь более 2-3 кабинетов. На мой взгляд, выгодно иметь 4 кабинета, если их развивать. То есть, один кабинет личный, и под ним 3 ветки, и потом строить 9 веток вместо 3, если все ветки развиваются одновременно. Вот у меня у самого 2 кабинета, почему? Потому что у меня 2 ветки сильные. То есть, одна ветка, это как раз-таки Натальи, да, 3000, и у меня не было, как бы, целесообразно ставить туда еще один кабинет свой, потому что одна ветка бы ушла, и вторую, третью ветку там прокачивать было бы тяжело мне. Вот, то есть, я лучше буду на основной аккаунт прокачивать. Вот, и в третьей ветке тоже у меня очень сильная ветка от Артема и Максима, они там просто уже 350 человек намолотили. Вот, там очень сильная команда у меня. Вот, а вторая команда пока так задерживается. Соответственно, я вот как раз-таки во вторую ветку поставил свой аккаунт, и буду развивать 3 ветки во второй ветке своей. Максим написал, что за прошлую неделю за кодик-бонусы пришло 6600 долларов. Только по кодик-бонусам, по кодик-бонусам 6600, как бы. Это 400 тысяч рублей с лишним. Просто за неделю доход. Как бы, вы можете себе представить. У меня поменьше, у меня там, что-то около 300 тысяч пришло мне. По кодик-бонусам, по кодовым бонусам за неделю. Ну, то есть, ну, представьте себе, да, это кодовый бонус, там, уже, как бы, больше миллиона в месяц, если такими темпами продолжатся идти. И плюс еще еженедельный пассивный доход. Скоро будет, пойдет, это вообще просто будет, ну... Короче, тут за 3-6 месяцев можно на миллион в месяц выйти, как вообще особо не напрягается даже. Дмитрий написал, амбассадор 6600 закрыл. Молодец, поздравляю, отличный результат. Максим пока у нас вообще просто всех здесь делает в этой компании. Даже, не знаю, вообще всех просто порвал. Отличный результат. Круто, когда такие партнеры есть, которые мотивируют. Прям вот сижу и, короче, надо догонять срочно тебя. Мне там осталось 17 человек до пятерки, потом 67 человек, осталось десятки. Это 650 тысяч рублей ежемесячно по этому бонусу. Помимо, пока я закрываю статус, еще походят бонусы насыграть. Может быть, миллиончик дополнительно. Вот, и давайте продолжим тогда. Пока вопросов нету, да, судили. Давайте я еще два вида бонусов разберу. Точнее, этот бонус, но два вида партнерства. Следующий – это экзекутив 5000. Здесь нужно 5 лично приглашенных плюс личная плата. И, смотрите, в двух ветках нужно иметь статусы амбассадор 600. То есть, вот я хочу закрыть статус 500, да, например, 5000 точнее. Мне нужно, чтобы у меня в двух ветках были два амбассадора по 600. У меня в первой ветке, там, как видим, много партнеров по 600 и по 1500, и даже Наталья закрыла. Во второй, в третьей ветке тоже много кто закрыл этот статус. И в одной ветке, в слабой ветке, да, в которой 50 человек, достаточно иметь одного человека, который вышел на первый статус. Ну, и, то есть, всегда нужно иметь в двух ветках два сильных статуса. И я должен быть на первой ветке, где-то в тысячи десять, после этого я оплату, там, я получаю 100 тысяч. И четыре, четыре, шесть, три, один получил выход. Человек за плановый маркетинг, очень прибыльный. И, соответственно, я думаю, если реально поработать, 60 тысяч человек может закрыться, ну, в принципе, абсолютно любой человек, который захочет это сделать. Может быть, для начала это кажется сложным. Я могу по себе сказать, что когда я начинал заниматься, то есть, вот, первые, там, три человека, там, может, в течение, там, десяти дней зашли, потом начали люди потихонечку подключаться, там. Вот второй ранг было тяжело закрыть, третий ранг, а потом просто, как бы, все как щелкать начнет. То есть, когда мы подключили, например, там, 13 человек, у вас из этих 13 человек по-любому найдутся люди, которые захотят это дело развивать. И они начнут приглашать людей, те, в свою очередь, других людей, и в итоге это все пойдет даже уже без вашего участия. То есть, начнутся просто жесткие подключения в каждой ветке, и вам не только успевать собирать бонусы различные. Вот. Все виды бонуса. Я рассказал вам о всех видах бонуса. Еще раз вернусь сюда, к этому слайду. То есть, у нас есть 5 видов партнерских бонусов. Быстрый старт, прямая продажа, кодированный бонус, матчинг бонус и индивидуальный бонус. Все. На этом маркетинг мы разобрали. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Если у кого-то они остались, так мы уложились полтора часа. Вот. Если у кого какие-то вопросы остались, по любым видам бонуса, либо вообще по маркетингу, давайте сначала поговорим об этом. Не один до следующего статуса. Отлично. Так у нас сегодня среда. До субботы, я думаю, что Дмитрий подключит человека, перейдет на статус 1500. Необходимо закрыть статус до субботы 10 утра по МСПМ, чтобы уже на следующей неделе получить повышенное награждение. Итак, очень такой подробный, плотный вебинар у нас. Кого-то, возможно, утомило. По крайней мере, меня точно утомило. Но цель этого вебинара была в том, чтобы донести до людей максимально подробно, с максимальным разбором всю информацию, чтобы максимальному количеству людей все было максимально понятно. Особенно тем, кто хочет строить долгосрочный бизнес. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.